Большой всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я хочу показать вам, как сделать небольшой интерактивный элемент. Этот элемент я хочу добавить на страницу своего альбома Алиса в странице чудес. И поэтому хочу немного подробнее остановиться на этом элементе, чтобы показать вам, как я его буду делать. А что именно я хочу сделать? Я хочу сделать двигающуюся фигурку королевы, которая у меня будет ходить как бы внутри вот такой вот башни. В принципе, ничего сложного здесь нет. Я даже себе сделала вначале вот такую вот шпаргалочку, как будет выглядеть этот движущийся элемент. Единственная разница в той работе, которую я буду клеить в альбом, это то, что сама полоска и вот это вот основание движущегося элемента у меня будет спрятано внутри, то есть его не будет видно. Ну и давайте же сразу я вам покажу, что я уже сделала. Сделала я вот такую вот заготовку. Ее ширина равна 20 сантиметрам, то есть она у меня будет располагаться на всю ширину альбома. Как вы видите, пробегована эта часть у меня не посередине. Большая часть составляет у меня 5,5 сантиметров и меньшая часть составляет у меня 4 сантиметра, если измерять по вот этим вот выступающим частям. Сделала я такое подобие башенки. Изначально я вот этот отрезок 20 сантиметров разделила на 5 частей. Каждая часть равна 4 сантиметрам, если вот так вот считать. И вот эти крайние я также срезала вот здесь на 1 сантиметр. В принципе, думаю, здесь все понятно. В этой части то же самое. Ага, высота вот этой вот выступающей части башенки 2 сантиметра. Передняя часть, передний клапан, он также у меня состоит как бы из 5 отрезков по 4 сантиметра. Только выступают у меня здесь уже 2 средние фрагмента. И высота этого фрагмента выступающего у меня 1,5 сантиметра. В отличие от 2 сантиметров, которые у меня здесь. Также я планирую вот эту внутреннюю часть оклеить скраб бумагой. Я уже вырезала вот такой вот кусочек. То есть, как вы видите, он у меня получается, повторяет форму этой башенки. Но на несколько миллиметров с каждой стороны он у меня меньше. В принципе, эту часть можно уже приклеить, чтобы дальше работать. Теперь нам также понадобится еще один отрезок бумаги. Не сказала, что использую я здесь дизайнерский картон плотностью около 280 грамм. Также понадобится вот такой вот отрезок. Это будет поводок, который будет вводить фигурку. В моем случае ширина этого поводка 1,5 сантиметра. Длину я еще буду регулировать. И длина, естественно, зависит от размера того фрагмента, который планируется сделать. Прежде всего, нужно учитывать, что выходить этот хвостик будет на лицевую сторону. Поэтому, соответственно, ширина его должна быть меньше, чем ширина вот этой вот части, как вы видите здесь. И также нужно учитывать, чтобы здесь было достаточное расстояние, чтобы он был спрятан. И чтобы он не упирался ни в один, ни во второй край. Поэтому я сделала его 1,5 сантиметра. Также я себе примерно наметила то место, где у меня эта линия будет проходить. То есть нам нужно отметить тот участок, по которому будет двигаться фигурка. То есть его начало и его конец. Я себе здесь карандашиком уже отметила часть, с которой будет начинаться. И также нам нужно наметить на лицевой стороне, также сделать такую отметочку, где будет заканчиваться часть движущейся фигурки. То есть начало я себе отмечаю здесь, а конец я отмечаю здесь. По вот этой линии, пока поводочек я убираю, мне нужно сделать прорезь. Если бы у меня не было вот этого клапана открывающегося, и фигурка просто двигалась только по внутренней части, то тогда, естественно, прорезь была бы здесь, на внутренней стороне. А так мне нужно будет сделать такую двойную прорезь, которая будет задевать и внешнюю, и внутреннюю сторону вот этой вершины моей башни. Прорезь моя должна быть примерно такого же размера, как и толщина поводка, но буквально там на пару миллиметров больше. То есть где-то по одному миллиметру сверху и снизу нужно оставить. Я себе уже наметила это место, в котором будет проходить моя прорезь. Поэтому сейчас я уже сразу по намеченной линии провожу ножом. Также толщина этой прорези должна быть где-то около одного миллиметра, для того, чтобы вот эта картонная полоска здесь не застревала. Поэтому лучше сделать ее немножечко пошире. Вставляю сюда полосочку, примеряю, чтобы она у меня здесь свободно проходила. Вот таким вот образом. Полоска находится с внешней стороны. Пока я ее убираю. И теперь от того места, где я отметила движение моей фигурки, мне нужно наметить конец. То есть здесь у меня идет выход поводка. Я вначале не совсем правильно вам сказала. Здесь будет выход этого поводка. А конец движения фигурки мне нужно также здесь себе нарисовать. В данном случае моя королева будет двигаться отсюда и где-то до сих пор. Поэтому я себе примерно здесь и намечаю. Так как у меня будет проходить линия, по середине вот этого вот отрезочка, то есть если мы берем толщину поводка, то прорезь, которую я буду делать для движения фигурки, она будет находиться ровно посередине. Поэтому я промеряю по вот этой прорезанной полосочке. Примерно вот так вот прикладываю. И себе намечаю высоту и верхнюю и нижнюю границы моей полосочки. И уже исходя из этого я отмечаю примерно серединку, по которой мне нужно сделать прорезь. Прорезь у меня также где-то около 2 мм толщиной. И теперь осталось собрать всю конструкцию на вот этот вот поводочек, на верхнюю его часть. Мне нужно закрепить небольшую полосочку скраб-бумаги. Я беру вот такой вот отрезочек. Это может быть как скраб-бумага, также может быть и точно такой же дизайнерский картон. Вот эта вот толщина его значения не имеет, а длина у меня будет равна примерно 3-м толщинам вот этого вот поводка. То есть 1, 2, 3. Далее я пробеговываю место стыка. И так же пробеговываю каждый свободный отрезок примерно посередине. Теперь я складываю. И получаю вот такой вот элемент. внутренние ушки приклеиваю к самому поводку. Можно было взять немножечко шире полоску для того, чтобы она у меня сошлась вот здесь. Я потом просто немножко подогну для того, чтобы у меня эти края сошлись. Полученный элемент я вставляю в прорезь. Вот так. И на вот эти свободные края я приклеиваю фигурку. Я решила склеить вот эти стороны не впритык 1 к 1, а сделать между ними вот такие вот гармошечки. То есть я взяла кусочек дизайнерского картона шириной 2 сантиметра, пробеговала его тремя линиями посередине, вот так, как вы видите, сложила гармошечкой. И теперь вот эту гармошечку я буду вклеивать вот сюда, чтобы создать дополнительную толщину, потому что иначе фигурка у меня немножко застреет при движении. Вот так вот выглядит сбоку моя конструкция с вклеенной гармошечкой. Я укоротила поводочек, сделала его такой длины, как у меня и длина всей моей конструкции. Также с обратной стороны я его проклеила скраб-бумагой для того, чтобы немножко уплотнить, потому что сам дизайнерский картон оказался тонковат. И теперь моя фигурка свободно движется на то расстояние, на которое я и хотела. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»